Террасы и цикловые долины В разных горных областях, на платформах, как они выглядят на местности. Перед вами первый слайд. Речные террасы реки Баксан. Это вблизи Эльбруса, совсем недалеко от Эльбруса. И как вы видите, здесь речка Баксан довольно имеет широкое дно по сравнению с теми V-образными врезами, характерными для горных сооружений склонов. И мы видим отдельные... Во-первых, видим пойму. Прекрасно она видна, довольно хорошо выражена. И вот террасы. Вот одна, вот перед вами вторая, дальше там третья. Вот мы насчитали там три такие хорошие террасы, которые, по-видимому, являются по типу аккумулятивно-эрозионные или эрозионно-аккумулятивные. К сожалению, мы вот на этом слайде не видим с вами сам, собственно, такой вот алювий настоящий, поскольку вы видите склоны этих террас, ну, к примеру, вот этой верхней, третий, который ближе к нам, они покрыты осыпями. И вообще, если посмотреть вот здесь, везде, всюду вы видите, что склоны долины Баксана здесь покрыты осыпями, причем осыпями разных пород. Ну вот в данном случае здесь выходят протерозойские комплексы, вот немножко они здесь видны, видите, в коренном залегании. А вот с этой стороны это лавы, лавы вот горы Эльбрус, да, вулканы Эльбрус. Поэтому мы с вами видим все склоны, в том числе и склоны террас в осыпях, к сожалению. Но если бы мы задались целью с вами, могли бы раскопать, расчистить эти осыпи и увидеть здесь алювий. Как вы понимаете, алювий горных рек – это, как правило, галечник, крупные такие гальки. Ну, бывают валуны, но, в общем-то, чаще всего это гальки. Гальки, гравий. Ну, в общем, довольно грубый такой материал, вот тот материал, который вы видите, вот в данном случае, в русле реки. Да, вот они, видите, отдельные такие обломки. Река довольно здесь быстро течет, поэтому этот материал, который она собирает, она переносит на значительное расстояние. Помните, да, что сила реки, МВ квадрат, да, она зависит от чего? МВ квадрат. Масса воды, совершенно верно. И второй здесь параметр – это В скорость, В квадрат, который зависит тоже главным образом от уклона. Да, вот чем больше у нас уклон, тем энергия, кинетическая энергия воды больше. И река становится с таким сильным активным течением. Естественно, более грубый материал она может переносить. Ну, вот здесь как раз в Оксане все это наблюдается очень хорошо. Так вот, еще о чем я бы хотела сказать, что вот эти склоны, видите, частично перекрывают, ну, вот в данном случае пойму или террасу. Ну, к сожалению, здесь вот залесено, не видно. Ну, с этой стороны видно. То есть есть так называемая покровная толща, это по существу склоновые отложения, долювиальные отложения, или это осыпные отложения, да, которые перекрывают алювий. Поэтому, когда мы изучаем алювиальные отложения горных рек, всегда надо быть очень внимательным, особенно при датировке возраста, когда хотим определить возраст. Потому что, конечно, это покровная толща, вот эти полигенные отложения, они могут быть и действительно это так, моложе, чем коренной алювий, да, понимаете. И, конечно, если мы примем покровную толщу за алювий, мы неправильно дадим с вами возраст алювиального комплекса, а, следовательно, возрасту террас. А это очень важно для тех случаев, когда мы с вами строим какие-нибудь палеогеморфологические карты или карты этапов развития рельефа. Поэтому вот такое понятие покровная толща, видите, полигенные отложения, паралювиального, долювиального, десорбционно-солюфликционного и другого генезиса. То есть в какой области находится данная терраса, да, либо она находится в области ледниковой, тогда мы будем с вами, здесь будут господствовать солюфликционные отложения, и мы будем с вами их видеть, да, именно солюфликционные отложения десорбционно-солюфликционного генезиса. Если мы с вами спустимся на склоны, Вот где долина уже становится у нас V-образной в поперечном сечении, да, там мы с вами вправе видеть осыпи, вот такие вот осыпные отложения. Поэтому, конечно, здесь нужно быть очень внимательным, вот, скажем, парогенезу, парогенезу отложений склоновых и алювиальных, понятно это, да? Ну и вот для сравнения вам высокая пойма и первая терраса реки Клязьма, Подмосковье, это совсем недалеко, находится в районе чуть севернее Зеленограда, 9 километров, вот протекает Клязьма, значит, совершенно другое течение, равнинная река. А террасы, смотрите, вот довольно широкие, вот при существу я сейчас провожу вам маркером, это все первая терраса, довольно высокая здесь, она здесь тоже эрозионно-аккумулятивная, но возраст ее и конфигурация, как вы видите в горных образцах, и вот то, что мы видим с вами на реке Клязьма, совершенно разный, да, облик. В равнинных реках это обычно протяженные террасы, их, в общем-то, легче, наверное, изучать с одной стороны, да, поскольку большие пространства они занимают, а вот террасы, скажем, горных рек, видите, они кое-где только сохраняются эпизодически, да, такими фрагментарными, ну, площадками, которые тоже не всегда, видите, выражено, да, бывают. Поэтому это тоже особенность речных террас горных и равнинных областей. И вот для примера вам еще речные террасы в районе Кузнецкой впадины, ну, район Кузбасса, река Тонь, обширная, равнинная, да, такая река. Вот мы видим тоже высокие террасы по существу, реки, здесь мы видим уже цоколь, да, этой террасы, помните, такие террасы цокольные, террасы с открытым цоколем, а в верхней части, конечно, алювий, но, к сожалению, мы его не видим, все здесь задерновано. Или здесь же, вот в этом районе недалеко террасы реки Абаша, вы видите, они довольны, вот сама река, да, протекает, и вот мы видим эти террасы. Это мы говорили об эрозионно-аккумулятивных и цокольных террасах, а есть еще аккумулятивные террасы. Вот в том же районе есть такая, я имею в виду, Кузнецкий бассейн, есть Черновой Нарык, да, речка. Первая терраса, вот посмотрите, для масштаба здесь лопата или вот здесь люди, которые илучают этот разрез алювиальных отложений, он составляет порядка 10, ну, может быть, чуть меньше 10 метров, если посчитать, да, вот так, ростом. Вот это уже совершенно другой тип террас. Это аккумулятивные террасы, помните, да, аккумулятивные террасы слагают и площадку, да, и склон. Вот здесь вот у нас, если бы мы здесь оказались, или вот здесь вот чуть, мы увидели бы вот речку Мросу или русло их, или Чернового Нарыка. Так что это совсем другой тип террас, уже другая и мощность. Как такой тип образуется? Очень часто мощные террасы, помните, я вам говорила, перестилаемый тип, и одна характеристика, и аллювия, да, и вторая характеристика, вложенный тип. Вот, если помните, я вам рассказывала, что как матрешка, да, одна терраса вкладывается в другую. За счет этого, когда мы подходим, мы видим уже очень большую мощность этого аллювия. 10 метров – это много, это много. Обычно терраса, мощность аллювия, ну, где-то вот мы в Чашниково можем, в Чашниково, это как раз район Клязьмы, который я вам показывала, ну, где-то полтора метра, два метра – это первые метры. А 10 метров аккумулятивный тип – это очень много, да. Ну, и коль скоро мы с вами говорим об аккумулятивной деятельности реки, точнее, о результатах этой деятельности, два слова буквально вот об этих дельтах. Ну, на примере вот Аризоны вы видите вот такие дельты, они называются сухие дельты, или их называют еще фэны в англоязычной литературе, они называются фэнами. Посмотрите, вот речка, значит, это горное сооружение, скорее всего, предгорье какое-то. И в область предгорной впадины, вот она вот здесь располагается, там, где дельта, выносится вот этот материал сухих дельт. Это могут быть и пролювиальные отложения, могут быть и алювиальные, а могут быть и смешанного алювиально-пролювиального генезиса. Потому что вот эти предгорные равнины, или, как мы говорим иногда, подгорные равнины, да, они всецело состоят вот из таких отложений алювиально-пролювиального генезиса. Это вот результат как раз размыва, перемыва отложений горных сооружений. И что здесь характерно? Ну, дельта, мы видим характерную конфигурацию, да, типичную для дельт. И к тому же мы видим, что она вся изрезана вот этими руслами. Вот, может быть, сейчас не очень видно, но видно, да, вот все-таки вот это все русло. Они в данном случае пересохшие. Ну, понятно, климатическая зона, вот сухое, почему сухие называются, да, значит, это не обводненные участки, а в арборидном таком сухом климате. И, ну, русло все равно вот существует, такое многорукавное, да. Почему так складывается, почему такая конфигурация русел, почему многорусье вот этого вот многорусела образуется? Понятно, что выносится большое количество материала, да, и русло одно, оно не способно справиться с этим материалом. И поэтому у нас, помните, я вам говорила, такое явление фуркация, да, наблюдается фуркация в речных долинах, расчленение вот на отдельное русло, которое, в свою очередь, значит, несут вот этот материал, да, как бы разделяя его между собой. Это уже вот условия такие накопления, или, как мы говорим, аккумуляции. Значит, у нас, с одной стороны, аккумуляция реки сводится к образованию террасовых комплексов, да, руслового алювия, пойменного алювия, старичного алювия, алювия террас, да, и, с другой стороны, вот этих дельт, сухих дельт, которые слагают подгорные равнины. Вот об этом я хотела вам сказать. Теперь мы с вами рассмотрим типы речных долин по характеру замыкания. Все ли долины традиционные, как вас, наверное, учили в курсе географии? Долина имеет исток, и долина имеет что? Да, базис эрозии или устья. Вот я не написала этого, но вы, наверное, знаете, исток и устья. Устья – это там, где река впадает либо в озеро, либо в какую-то другую речку, либо в водоем, ну, в общем-то, в море может впадать. И вот базис эрозии, да, это вот урез этой воды, который здесь вот так я схематично вам нарисовала. Вот здесь располагается устья. Вот такие реки, они называются полуоткрытый тип, имеющий, опять-таки, исток и устья, которым венчается река в районе базис эрозии, можно так сказать. Вот эти цифры 1, 2, 3 – это стадии эрозии, да, попятные эрозии, которые река преодолевает. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас дно-то неровное, да, и река должна выработать профиль равновесия. Вот это стадии профиля равновесия. Первая, вторая, третья, да. Вот такие реки типичны для равнинных условий. Скажем, наша река Волка, к примеру, да, равнинная, да, которая имеет исток, остья, все как традиционно. Другой тип долин – это так называемый открытый тип или эпигенетическое, образование эпигенетической сквозной долины. Ну, слово эпигенетическое, наверное, вам ясно, да, эпипосле, что-то такое новое, да, образуется, сквозная, сквозная, сейчас вы увидите, почему. Значит, вот представьте себе вот такой рельеф, там у нас есть возвышенность, есть водораздельная часть, водораздел, и две речки с разным базисом эрозии, вот боковкой В у меня обозначены так вот схематично реки, развивающиеся вспять, да, путем попятной эрозии, тоже помните это. Базис эрозии для реки В здесь, видите, какой он высокий, такая высота здесь довольно большая. И вторая речка, которая тоже разрабатывает, вот вырабатывает свое русло путем попятной эрозии, формирует профи равновесия, да, с базисом эрозии, аж малая. Вот здесь эта буковка показана. И вы, наверное, видите, что какая река здесь сильнее, энергичнее? Конечно, вот эта река буквами В, да. Почему? Да потому что уклон у этой реки, а помните, И входит в формулу, да, то есть энергия реки прямо пропорциональна уклону. И если вы посмотрите, что уклон для реки В, конечно, он больше, да, по сравнению с уклоном для реки А. И вот эти две речки начинают бороться за право, так сказать, главенствовать, за право, так сказать, ну, быть первой, что ли, да, лидером, если можно так сказать. Вот посмотрите, ну, А, один, второй, третий, как профи равновесия вырабатывается, В1, В2. И, наконец, В3, она поглощает эту речку, она, видите, вот поглощая эти все вот, эту речку, А, пересекая, ну, так схематично показано, она как бы пересекает вот эту речку, да, и включает ее, подчиняя ее себе, как приток. То есть, видите, вот эта долина, ну, схематично здесь показано, В3, она и есть вот эта сквозная долина. То есть у нее, как вы видите, в отличие вот от этого типа, нет истока здесь, вот он когда-то был, но сейчас его нет, понимаете. Вот эта новая эпигенетическая сквозная долина, которая образовалась за счет того, что будучи более энергичной, более, так сказать, такой серьезной рекой, да, с большей энергией она, да, она подчинила себе вот эту маленькую речку, у которой энергия мала, не смогла она бороться вот с этой речкой, вот, которая более сильная. И получается у нас, что мы видим в итоге, мы видим вот эту сквозную долину, а вот эти маленькие, вот эти вот речушки А1, там, А2, они становятся ее притоками. Понятно, да? Вы знаете, что реки есть первого порядка, второго там и так далее, многих порядков. И вот эти реки, конечно, уже более такого, речка А, становясь притоком, становятся уже речкой более низкого порядка. Ну и, наконец, третий тип, это так называемый закрытый тип замыкания. Мы с вами рассматриваем речные долины по характеру замыкания. Это реки Карстовых областей. Вы, наверное, были все в пещерах в Крыму, а может быть, и в других пещерах, и видели, конечно, фрагменты рек. Вот вроде бы речка идет на каком-то уровне, потом вы немножко поднялись, этой речки нет, она исчезает, она появляется еще где-то. Вот такие реки, которые по существу тоже не имеют отдельно ни истока, ни устья, вот они такие как бы замкнутые, закрытые Карстовых областей речки. Это третий тип замыкания. Теперь мы с вами рассмотрим речные долины в поперечном сечении. Вот здесь, конечно, далеко не все, но, может быть, основные долины в поперечном сечении показаны. Вот от чего зависит вообще поперечное сечение реки? Мы уже знаем с вами, что существуют реки, с этого я начала, горных областей и платформенных равнин. Конечно, это два антипода в тектоническом отношении. Структурные элементы или мегаформа рельефа являются антиподами горной области и платформенной равнины. И понятно, что речная сеть по-разному себя в них ведет. Второй аспект, на который следует обратить внимание, это на литологию, то есть по каким породам протекает река. Если, скажем, это твердые породы, то склоны будут этих рек отвесные. Скажем, видите, вот теснины, вот такие реки. Вот теснины обычно образуются в областях горных теснины. Почему? Вот вы видите, здесь преобладает по характеру рельефа или вреза, как мы говорим, для речной долины. Такое ощущение, что она у нас углубляется, углубляется, углубляется. И практически мы не видим с вами площадки, то бишь вот этой террасы, да, потому что террасы в теснинах, они практически не сохраняются. Идет процесс, преобладает процесс, скажем так, какой эрозии? Донной, да, река часто меняет базис эрозии. И последующий врез, он как бы уничтожает, может быть, и была там площадка, да, от предшествующего вреза. Но он уничтожен, она уничтожена вот этим последующим врезом. Поэтому мы видим вот такие с вами теснины. Значит, здесь с одной стороны объясняется это принадлежностью этих речных долин горным областям, да, это, как правило, горные области. Вот следующее, видите, каньоны. Помните, я вам показывала каньон Тары реки в Черногории, очень такой глубокий каньон, известный в мире, очень такой, ну, один из крупных каньонов. И там почему каньоны образуются? Опять-таки это в условиях, тех условиях, когда у нас не выработан профиль равновесия, да. Вот скорее всего, вот такие каньоны, да еще и породы могут быть крепкие, вот как вам показано, известняки, да. Поэтому каньоны, как правило, это, во-первых, ну, реки горных тоже областей, да. И второй аспект – это литология. Третий – ущелья. Ну, здесь, как правило, образуются, опять-таки, в горных областях и образуются все-таки в литологически устойчивых породах. Ну, ящикообразные, вот такая форма бывает, вот такая форма. Здесь уже, как вы видите, дело доходит до стадии боковой эрозии, то есть реки больше такой, широкая долина реки, вернее, русло реки расширяется. Вот видите, оно такое широкое. Пойма может образовываться. Ну, это переходный тип, но чаще всего, конечно, в горных областях. В-образные, ну, опять я повторяюсь, наверное, много раз вам говорила, что это реки горных областей в области склонов этих областей, то есть склонов хребтов, склонов поднятий горных, да. То есть там, где у нас развитие рельефа в область идет в условии докритических скоростей, докритических скоростей. Помните, да, такое понятие я тоже вам давала. Вот трапециевидные долины, это уже долины, видите, с боковой, конечно, эрозии, они могут образовываться, ну, уже в предгорьях, может быть. Или вот такие корытообразные, да. Корытообразные – это долины высоких ярусов рельефа, как правило. Троги, по существу, это троговые долины, да. Когда разрабатывается долина вширь, благодаря действию ледника. А вот эти речушки, вот которые нижние, да, вот показаны вам здесь поперечные профили, это уже речные доли, профили речных долин, характерны для равнинных областей. Равнинных областей. Вот они такие, видите, разложистые, широкие долины. Часто они террасированы. Вот я вам тоже показывала сейчас эти террасы. И часто бывают вот такие асимметричные. Асимметричные часто их называют еще долины, видите, по правилу они образуются Бэра-Бабине. Ну, вы, наверное, знаете, да, что это за правило. Вам рассказывали о Криолисе, да, что земля вращается у нас. Вот отклоняются речные долины, особенно в северном полушарии, это очень хорошо видно. Они отклоняются куда? Вправо, да. Поэтому правый берег, видите, у нас довольно крутой. А вот противоположный берег, да, он даже вот террасирован. Причем, видите, здесь аккумулятивный тип. Какой здесь тип? Прислоненный, аккумулятивный. Помните, я вам тоже об этом говорила. Поэтому вот поперечное сечение долины, оно, конечно, не случайно, да, оно характерно для тех или иных областей, в которых эти, тактонических областей, да, в которых эти долины развиты. Мы все о долинах. Есть такое понятие еще речные системы. Понятно, что системы, они включают серию речных долин, да, вот здесь серия речных долин везде. Ну и вот тоже имеет разный рисунок. Древовидный тип. Ну, если вы возьмете карту, допустим, ну, какой-нибудь платформенных равнин, вот с таким типом древовидным вы встретитесь. Вот, или перистый. Это, как правило, долина, видите, вот она течет, эта речка, и притоки подходят к ней под прямым углом. Но с чем это может быть связано? Это может быть, конечно, с литологией связано, а может быть связано с системой трещин, системой трещиноватости. Вот видите, она здесь вся, вот, в общем, как-то геологическими такими факторами обусловлена. Ортогональный рисунок. Ну, ортогональный мы сегодня с вами познакомимся. Это многие речные долины горных областей. В частности, такой рисунок речных систем встречается на Кавказе, когда мы видим так называемые составные реки, да, вот мы видим основное русло и перпендикулярно к нему. Да вы и с ним и знакомы. Вспомните Кичи-Кашлама-Дере и Бью-Кашлама-Дере. Ваши известные речки, которые находятся в Крыму, да, на территории крымской практики. Действительно, там есть долины субсеквентные, обсеквентные, сейчас мы об этом поговорим с вами, да. Поэтому здесь вот такой рисунок решетчатый. Но здесь опять-таки тоже, видите, вот текут реки, да, значит, имеется вот одно направление и второе. Очень часто тоже это связано с какими-то литологическими разницами. Ну, представьте, у вас какой-то массив, да, пород, который разбит системами трещин, и по этим трещинам протекают вот эти реки, да, образуя вот такой характер, типа решетки. Центробежный. Он бывает радиальный, то есть речные долины от центра расходятся по радиусам. Такие долины могут быть характерны для вулканических построек, для вулканов. Вот вспомните, да, знаменитые вулканы. Либо может характерен быть для растущих поднятий, да. И, в общем-то, если поднятие у нас выражено в рельефе, речные долины стремятся вот так вот себя вести. От более поднятой части поднятия, сводовой, к периферии. Видите, вот стрелочками показано. Или центростремительный рисунок. Здесь он характерен для каких структур? Для впадин, совершенно верно. То есть вы видите, вы по косвенным признакам, даже не зная иногда, да, вот какие здесь породы, какая здесь вот возраст их, да, как они залегают, но по рельефу поднятия, да, или впадине, или к впадине приуроченной эти равнины долины, да, имеют ли они радиальный расходящийся или центростремительный характер речных долин, вы уже можете сказать, где у вас впадина, где у вас поднятие, даже не имея, скажем, абсолютных отметок, да, рельефа. А параллельный вот такой тоже бывает рисунок. Ну, я думаю, что это, конечно, тоже опять-таки связано с системами каких-то трещин, трещина, зон трещиноватости или, как мы говорим, потенциально зон разрывов. Это не обязательно разломы и не обязательно разрывы в том понимании, в котором мы с вами привыкли. Разрывы крупные со смещением. Это могут быть просто зоны трещиноватости, дробления пород, пониженной добротности, как мы говорим, да. Почему и реки-то используют вот эти пути для своего, для себя, да, для русел, да. И окаймляющие. Окаймляющие я тоже вам рассказывала. Это реки обычно характерные для поднятий, а в частности для растущих, новейших поднятий. Когда речная долина, вот так окаймляя поднятие, мы можем сказать по рисунку этого русла, что вот у нас периферия поднятия. Вот одна его стадия, вторая, третья, да, то есть оно как бы растет у нас вот в этом направлении. Поэтому речная система, почему я так долго вам об этом рассказываю, это тоже один из признаков, геоморфологических признаков, геоморфологических индикаторов, по которым можно определять структуры. Вы понимаете, говорить об их возрасте, новейшие они, древние и так далее. То есть это очень важный индикатор. Теперь мы с вами переходим вот к такому разделу, как речные долины, я его озаглавила, речные долины и тектоника. Многие речные долины, вот мы уже даже немножко коснулись этих вопросов, на примере вот этих слайдов, которые я вам сейчас показала, что речные долины, они все-таки откликаются на тектонические движения разного ранга. Будь это малоамплитудные, которые мы имеем на платформенных равнинах, скажем, это порядок примерно метр-два, вот эти поднятия у нас растут, это амплитуды их, это довольно такие небольшие цифры. Либо в горных районах, там эти процессы, конечно, идут более интенсивнее. Но так или иначе, тектоника, она влияет на, собственно, конфигурацию и вообще на речные долины, как они себя ведут. Первый здесь подраздел. Речные долины и геологическое строение. Вот на этих рисунках вы видите разные геологические условия. Значит, долины могут быть по отношению к складкам. А мы знаем синклинальные складки и антиклинальные складки. Они могут располагаться согласно с ними. То есть ось складки. Вот так вот она как-то туда у нас проходит, ось складки. И понятно, что вот эта долина в поперечном сечении, которая согласна с осью складки. Будь то в первом случае это у нас синклиналь или антиклиналь. Вот такие долины называются согласные. Еще их называют центральные. Они очень часто распространены в природе. Я вам покажу некоторые примеры. Либо долины бывают секущие, открытые, полуоткрытые, антицедентные. Это уже долины, они у меня, правда, здесь не нарисованы, которые идут в крест простирания складки. Понимаете, да? Вот частным случаем этих секущих долин являются антицедентные долины. Мы с вами немножко касались этого вопроса, когда снимки я вам показывала растущих поднятий, вот кто уже был на этих занятиях. Они действительно идут поперек этого растущего поднятия и развиваются на фоне его роста. Это может быть отдельный участок долины. Поднятие растет где-то, и именно здесь долина в этом месте антицедентна. Или это могут быть более такие обширные пространства. Вся долина может такая быть. Но чаще всего это, конечно, фрагменты. Значит, такие долины называются секущие и открытые, и полуоткрытые, о которых мы с вами сегодня говорили. Третий тип – это составные долины. Это мы все складки с вами рассматриваем. Что значит составные? То есть есть согласные долины, и есть поперечные долины или секущие. Вот иногда долина, так вот ты смотришь, она как бы колено вот такой образной, что ли, форма, да, поскольку она включает и согласные долины, и секущие, понимаете, да, в плане вот такого сочетания. Вот для долин, которые развиты в условиях моноклинального залегания, ну, моноклинальное – это частный случай наклонного, да, будем говорить наклонного залегания, где у нас чертуются породы разной крепости, разного состава. Скажем, известняки с глинами, да, так часто бывает. И между этими устойчивыми и неустойчивыми породами межгрядовые долины часто образуются. Это тоже классический такой рисунок, который вы можете часто видеть. Вот остановимся вот на этом моноклинальном залегании, вот сюда вот перейдем, да. Я просто напоминаю вам, что здесь могут быть долины, которые идут по простиранию, заложенной вот стрелочкой, вернее, да, по простиранию, нет, по падению. Падение у нас вот здесь, вот. Начнем с падения. Как они называются? Консеквентные, да, консеквентные. Долины, которые могут быть по простиранию, вот они, субсеквентные, могут быть ресеквентные, то есть они, видите, являются притоками вот этих долин субсеквентных, правильно? Вот простирание у нас. И они развиваются у нас как бы по восстанию, да, пластов. И обсеквентные, видите, по падению, но они, в отличие от консеквентных, являются долинами-притоками, притоками, да, притоками вот к этим субсеквентным. Ну и, наконец, диагональные. Ну вот все эти долины имеют право быть, и некоторые из них вы видели в Крыму. Большое количество долин или много долин приурочено к так называемым разрывам. Они называются преразрывные. Вот здесь, конечно, надо быть очень осторожным. Не все долины прямолинейные, которые мы видим, связаны с разрывами. Сразу вам скажу. Поэтому здесь можно сказать, да, они приурочены к зонам вот таким тактоническим, скажем, могут и разрывам, или трещинам, зонам трещиноватости, дробления пород. Но такие долины, вот, называют их преразрывные, если вы этот разрыв доказали, что это разрыв. Понятно? Это надо еще доказать. Ну здесь вот вам показан разрыв, смещение пластов, и по нему идет долина преразрывная. Наконец, есть долины, которые имеют приурочены к развивающимся грабан с инклиналием. Очень часто. Действительно так бывает. Ну, представляете себе, грабан с инклиналь, центральная часть у нас опущена, и к этой центральной части приурочена долина, то есть области понижения. Ну, можно сопоставить немножко к синклинальной вот этой долине, да, которая также приурочена к оси, скажем, синклинальной складки. Ну, а здесь у нас, поскольку мы имеем дело блоковое такое строение у нас получается, да, мы видим вот такие грабан с инклиналием долины. К вулканам радиальные долины мы сегодня их уже упоминали, да, центробежные такие. Ну и, конечно, вот на что здесь надо обратить внимание, почему опять-таки такое пристальное внимание мы уделяем вот этим долинам, да, потому что очень часто долины являются индикатором, индикатором новейших тектонических движений. Точнее, не столько движений, сколько дислокаций, продуктом, что ли, продуктом этих тектонических новейших движений. Вот на этом базируется масса методов. Вот помните, я вам говорила, морфометрический, да, морфографический, структурно-геоморфологический метод, вот, с которым мы немножко с вами поработаем. Поэтому вот это основа основ, вот зоны разрывов, часто это раздвиги и сбросы, но это и понятно, какие там условия в раздвигах и сбросах у нас. Условия растяжения, вот туда-то и устремляется русло реки. Оно выгодное с точки зрения ее энергии, да, то есть вот энергия реки, она все-таки вырабатывает, ну, скажем, разрабатывает, использует ее энергию реки долины, которые приурочены к зонам вот с таким раздвигов или сбросов, крутым таким разрывов, и трещиноватости. Вот не всегда только разрывов и зонам трещиноватости. Но дело в том, что, чтобы сказать о разрывах, все-таки разрыв, вот здесь тоже надо делать такое разграничение. Разрыв все-таки это такая довольно крупная, правда, структура. Разрывы со смещением, как правило, бывают, да, а трещины или зоны трещиноватости – это уже более, структура более низкого ранга. Вот трещиноватость горных пород, наверное, вы видели, да, неоднократно в обнажении. Это уже структура более низкого ранга, и чаще всего они без смещения или с незначительным смещением. Это метровые, сантиметровые, да, вот такие вот ранги. А когда мы говорим «разрыв», мы уже с вами все-таки должны, ну, быть, либо видеть смещение пластов, быть уверены, да, что это разрыв. Поэтому вот с этими терминами будьте, пожалуйста, осторожны, да, когда будете их употреблять. Но в любом случае и там, и там у нас речная сеть – это индикатор, индикатор для выявления разрывных нарушений и зон трещиноватости. Вот Наталья Петровна Костенко, чей учебник вы будете, наверное, я надеюсь, читать все-таки, да, она ввела термин «слабая зона». Вот под «слабой зоной» она как раз и понимала зоны разрывов, это может быть зон разрывов, может быть зоны трещиноватости, дробления пород, пониженной добротности. Но обратите внимание, во всех этих понятиях присутствует тектоническая составляющая. То есть мы как бы через реки, да, через речные долины, анализ этих речных долин, выходим на тектонику. Другое дело, речные долины могут быть, протекать, скажем, по неразвивающимся структурам, почему нет, сколько угодно, а могут по развивающимся. Вот это, конечно, такой вопрос очень тоже непростой для решения. Надо подбирать еще дополнительные признаки, пользоваться какими-то дополнительными, может быть, методиками, да, чтобы доказывать, что вот эти слабые зоны, зоны, которые подчеркиваются речной сетью, вы видите на поверхности, то есть в рельефе, как они это, разрывы или трещины, или просто вам, извините, показалось. Да, поэтому, поняла, поэтому будьте очень осторожны. Вот слабые зоны. Иногда говорят, более, может быть, распространенный термин, это термин линеомент. Может быть, слышали такой термин, вот кто-то писал, может быть, курсовые работы по линеоментам. Ну, я вам хочу сказать, что да, это близкие понятия, и можно их использовать, но вы всегда должны отдавать себе отчет, что вы понимаете под этим термином. Вот, кстати, линеомент выдвинул, вот, по-моему, в 1903 году, в 1903 году выдвинул Хоббс, вот этот термин придумал. Это, он сказал, линейная форма рельефа, в деление которой зависит от случая. Понимаете, то есть, ну, совсем вот неопределенный какой-то смысл втягивал. Дальше с развитием вот бума линеоментологии, я не ошибусь, действительно, многие люди изучают эти структуры, линеоменты. Вот, и под этим термином стали понимать что угодно. И каждый исследователь своим долгом считает внести свое понятие. Поэтому вы можете пользоваться и термином «слабая зона», и термином «линеомент», но вы всегда должны понимать, и вас спросят обязательно, а что вы под этим термином понимаете. Значит, ну, вот это асимметричная, субсеквентная долина в районе Крыма. Да, вот так у нас идет, она идет по простиранию, да, по простиранию. И вот Аппалачи, Пенсильвания, да, видите, речная долина пересекает складку. Ну, поскольку здесь залегание довольно крутое, вот мне кажется, что это, скорее всего, все-таки синклиналь, да, синклиналь. Вот так она себя ведет, пересекая вот эти долины. Причем, обратите внимание, здесь элитология работает. Вот эти крепкие пласты, видите здесь, как ведет себя долина, да, более мягкие, рыхлые отложения долина расширяются. Опять крепкие сужаются, ну, и так далее, да. То есть работает и элитология, и тектоника. Теперь мы с вами переходим к довольно тоже интересной и значимой теме. Изменение строения речных долин при переходе из области поднятия в область впадины. По-другому это называется ножницы. Такое вот название жаргонное – ножницы. Придумал это Мерченко, исследователь, в 1948, по-моему, году. Ну, вот ножницы, давайте посмотрим, что же, почему ножницы, да, почему так назвали. Значит, на этом чертеже, его видно, у нас свет, конечно, от всего солнца, но тем не менее. Значит, область поднятия, вот область плюс Т, и область впадины. Ну, представим, что это у нас горное сооружение, а это у нас предгорная впадина. Ну, в данном случае она вот такой равниной, представлена предгорной равниной. И вот мы с вами путешествуем по продольному профилю речной долины, то есть не в крест, да, простирание не поперечное, а продольное, вдоль него. Ну, давайте будем спускаться, наверное, попроще, да. Пришли мы с вами, вот начнем наш маршрут с горного сооружения, где обнаружили три террасы. Самая высокая третья, надпойменная, самая древняя, да, вторая помоложе, и самая молодая, первая надпойменная терраса. Ну, здесь я не показала вам алювий, будем считать, что это террасы эрозионные, что, в общем-то, типично для горных сооружений. Далее мы с вами, значит, вот смотрите, идем вдоль долины и попадаем, вот третья терраса, что с ней происходит, когда она попадает в область погружения? Вот сюда меняется тип террасы, значит, с эрозионного, типичного для горного сооружения, террасу аккумулятивную, не просто аккумулятивную, а еще наложенного типа. Что значит наложенный тип? Я напоминаю вам, это то, что равнина в рельефе, элементов террасы вы не видите, вы видите равнину. И чтобы вам определить, что это терраса, вы должны поставить здесь, скажем, скважину, пробурить разрез и найти вот алювий третьей террасы. Значит, синхронно с третьей надпойменной террасой, эрозионной в горах, в области предгорий у нас формируется наложенная третья терраса. Вот ее алювий, да, вот он таким темно-серым цветом. Видно это, да? Значит, смотрите, вот эта линия, как нарисовать? Вот линия идет, доходит, вот здесь точка пересечения, вот с нулевой поверхностью, и дальше вот здесь уже наложенный тип. Вторая терраса точно так же, эрозионная в области гор, проходит и откладывает вот свой второй алювий. Третья терраса, самая низкая, еще откладывает свой алювий. Тоже наложенный тип террасы. И обратите внимание, что мы видим. Самый древний алювий, я его обозначила циферкой 1, но назовем это нижний неоплистоцен, да, А1. А2, средний неоплистоцен, и верхний неоплистоцен, А3. То есть, если бы мы с вами здесь пробурили скважину, вот так, мы бы увидели что? Нормальную стратеграфическую последовательность слоев. От более молодого к более древнему. Правда? Так как при горизонтальном залегании пород. Все строили эти профили. А придя в горы, что у нас получается? Третья терраса, самая древняя, она самая высокая. Потом идет вторая, и, наконец, первая, самая низкая. Вот представьте себе ножницы. Вот этим гвоздиком, да, служат вот эти точки. Один, два, три. Это называется ножницы со смещением. Потому что вот эти все точки, один, два, три, да, там, где мы переходим от третьей террасы, эрозионной, второй террасы, эрозионной, к наложенной, спускаемся в область погружения, да. То есть разные условия токтонические. Вот вам терраса токтоника, да, с чего, собственно, вы начали нашу тему сегодня. А может так быть, что один, два, три вот эти точки, эти смещения пересеклись в одной, как у настоящих ножниц? Может. Это может в том случае, когда у нас область поднятия, ну, скажем, горное сооружение, отделяется от впадины предгорной разломом. И чаще всего, это так и бывает, здесь располагается взброс или пологий, или взброса надвиг, иногда говорят, или просто надвиг. Надвиг, вы знаете, это разрывное нарушение, у которого наклон сместителя меньше 45, да, считается так. Вот представьте, здесь разрыв, и тогда у вас все точки, раз, два, три, да, которые мы обозначили, будут в одном месте, в области разлома. То есть будет резкий переход. Так мы видим постепенный переход, а так будет резкий переход в одной точке. Важной особенностью речных долин является их перестройка в процессе роста, поднятия. Вот здесь, опять солнце нам мешает, да, видим рельеф северо-западного Кавказа. Обратите внимание, вот видим серию хребтов, вот они такие желтые, да, здесь, желтого цвета. Продольные долины, помните, я вам о них говорила, и поперечные долины. Вот это классический рисунок, в общем, горных сооружений. Продольные вдоль хребтов и поперечные. И вот встает вопрос, какие же долины древнее, а какие долины моложе? То есть иногда нам очень важно знать все-таки последовательность формирования речных долин. Вот на этом чертеже показано поднятие, вот оно. Ну, его можно отождествить с горным сооружением, потому что, как вы знаете, все идет по одному сценарию. И поднятие частное развивается, и горное сооружение. Только масштабы разные, да, этих событий. Значит, вот у нас поднятие, которое развивается, которое нарушено серией долин, вот этих продольных. Вот это так они выглядят на рисунке, а вот они как бы в плане, да, мы смотрим на них, заштрихованные долины. Вот эти продольные долины, они существовали изначально, то есть на начальной стадии роста поднятия. Все началось с продольных долин. А далее начинается в процессе роста этой структуры формирование поперечных долин, сквозных, как мы говорим, долин. Они, вот у меня здесь заштрихованы такой синий русло, их показаны синим цветом, да. То есть идет попятная вот такая эрозия и в процессе роста структуры этой, да, и вовлечение вот этих продольных долин, присоединение их к этим сквозным, новым эпигенетическим долинам. Ну, скажем, вот этот процесс сходен... Помните, когда два поднятия у нас боролись, я вам рассказывала, да, что сквозные долины, они образуются путем захвата, да, присоединения к себе долин первичных. Вот здесь такая же история, только показаны их стадии. Что происходит? Ну, происходит, во-первых, часто вот эти первичные долины продольные, они становятся притоками вот этих молодых долин. Видите, вот они. Это один аспект. И второй аспект, что эти поперечные вот эти продольные, вернее, долины часто могут изменять даже свое направление течения, да. Вот здесь сохраняется, а здесь уже навстречу. Вот первичное его положение. И так далее. Одна долина, вторая, третья. Вот дошло дело до водораздела, и дальше вот эта сквозная эпигенетическая долина не стала развиваться, остановилась. Ну, то же самое показано здесь. Значит, есть участки с сохранившимся водоразделом, есть участки с сохранившимися древними продольными долинами. Но есть участки, где вот эти поперечные долины, сквозные, молодые, эпигенетические, как хотите, они широко вот так вот перпендикулярно развиты. И вот вам получается тот самый рисунок существования продольных и поперечных долин, что, собственно, мы часто видим в горных сооружениях. Это перестройка речной сети. Как ведут себя долины при переходе из ОВУ или при том случае, когда речная долина встречает растущее поднятие? Вот это уже неотектоника, о которой мы говорим с вами. Вот у нас растет частное поднятие, вот оно, плюс Т, в условиях общего поднятия, которое граничит с падиной. Что происходит при переходе? Мы с вами уже знаем. Во-первых, у нас меняется тип террас. Правда? Вспомним ножницы. Эрозионные, эрозионно-аккумулятивные в области поднятия и аккумулятивные в области погружения. Раз. Раз. Второй аспект. Вот эти террасы в области поднятия появляются дополнительные их уровни, точнее, террас. Явление расщепления террас. Вот видите, в области погружения вот у меня одна линия, в области поднятия растущего две. Ну и еще повторение этого рисунка. То есть происходит расщепление террас. То есть добавляются вот эти дополнительные уровни. А почему? Потому что поднятие растет. Растет оно у нас импульсивно. Помните такой процесс, что у нас неравномерность, я вам рассказывала, да? Такой динамический параметр. Значит, поднятие у нас растет. И появляется, а как только новый импульс поднятия, естественно, новый врез, новая терраса. Новый уровень появляется впоследствии. Поэтому мы видим вот здесь дополнительные уровни. Это еще один признак роста этих поднятий. Дальше появляется еще один, тут такой вот признак. В общем-то, высоты террас увеличиваются. Значит, уровни и высоты. Тип, высота террасы, они становятся, естественно, больше. И явление расщепления. А если поднятие в условиях погружения, минус Т, что происходит? Конечно, здесь будет не так ярко разница проявляться. Потому что это поднятие, оно только-только зарождается. Но по некоторым признакам можно увидеть. Ну, во-первых, здесь появляется так называемая покровная толща. Вот область у нас поднятия. Вот стадии его роста. Появляется алювий. Вот он здесь уже во врезе реки уйменной. Вот здесь показан. А там в области, которая примыкает к этому поднятию, образуются фации подпруживания. Значит, подпруживание растущего поднятия, можно сказать, это тоже признак выявления новейшей структуры. Ну и, наконец, третье здесь уже в плане. Вот что мы видим с вами. Растет поднятие. Речная долина. Вот здесь я показала вам три случая. В одном случае она будет его огибать. Вот здесь и здесь. В другом случае, вот, скажем, первый случай огибания. Второй случай. Собственно, огибание. Вот функтиром здесь показана стадия его роста. Вот оно растет вот в этом направлении. Видите, как бы река отодвигается вместе с ростом поднятия. И появляется третий случай. Долина речная пересекает растущее поднятие. Это тот самый антоцедентный участок. Зависит это от скорости роста структуры поднятия, да, вот этого значения Т, да, о котором мы с вами говорим. И скорости вреза реки, которая, конечно, опять-таки, зависит от энергии. Вот это МВ квадрат, который есть, да. Вот если скорость роста, или скорость роста, да, ну давайте так, скорость роста больше, что долина? А долина отстает. Конечно, она может только обогнуть его. А если скорость роста у нас структуры мала, а энергия реки велика, врез будет энергичным, и она пройдет через поднятие, формируя вот эти антоцедентные прямолинейные участки. Ну вот здесь я вам показала, как, собственно, это выглядит. Опять солнце. Вот смотрите, вот терраса, одна терраса, вот ее уровень. Вот в поперечном сечении, вот если мы видим такую V-образную долину, врез. Вот такие врезы говорят о росте. А в этом месте, вот пойма, первая терраса, вторая, они, видите, испытывают повышение абсолютной отметки, повышаются, испытывают поднятие. Значит, вот это запомните. Значит, это очень тоже важный показатель неотектонических движений. Понятно. И пример. Опять любимая Чашникова. Значит, ну вот здесь показана как раз цифровая модель рельефа. Вот в синем показана эта впадина. Это отроги Клинско-Дмитровской гряды. Вот это отметки такие у нас здесь показаны таким оранжевым, желтым, да, зеленым склоны. В общем, это гипсометрическая карта, если хотите, да. А вот топографическая карта. Вот так показан, собственно, тот же отрезок, да, но уже в горизонталих рельефа. И самое главное, обратите внимание здесь на речку Клязьма, которая вот течет, вот она, ее течение, течет она вот в этом направлении. Значит, вот этот участок Клязьмы, как ведут себя, собственно, поймы реки, вот синим, зеленым показана граница поймы реки, да. Участок реки прямолинейный, практически лишен меандрирования, так называемый антицидентный участок. Здесь у нас поднятие. Дальше меандры, разгрузки, вот они. Она уже входит в пределы впадины, видите, впадина расширяется, расширяются поймы реки, соответственно, меандры, разгрузки. Центральная часть наиболее такая широкая. Смотрите, как ведут себя меандры. И вдруг на каком-то этапе они начинают сжиматься. Вот такие меандры называются, как пружина сжатая, да, меандры подпруживания, да, вот они. И опять, смотрите, у Клязьмы какой участок. Очень похож на этот антицидентный участок прямолинейной долины. И опять практически нет меандр или меандры врезанные. Значит, вот анализируя рисунок гидросети, но в данном случае речь реки Клязьмы, как ведут себя меандры, какова ширина поймы, правда, изменение ширины поймы, характера меандрирования, высот. Вот если бы мы с вами могли поехать посмотреть, вы бы увидели, что здесь высоты больше по сравнению с высотами той же первой террасы в области погружения. Вот все это указывает на проявление новейших движений. Как вы видите, вот анализ гидросети в данном случае в равнинных условиях, это не горные, это вот Подмосковье, да, по анализу гидросети вы можете выйти, да, или сказать что-то о новейших тектонических движениях. В данном случае, да, область поднятия, область поднятия, а между ними впадина, да, оно, это поднятие, конечно, не видно в рельефе, да, не видно здесь высоты не очень, как я вам сказала, меняются, это буквально там первые метры. Но речка с ее меандрированием, с ее типом террас, да, с изменением ширины поймы, она на это нам указывает. Вот это признак выявления новейших движений. Еще один аспект изучения сети гаразионной. Индикатор новейших дислокаций. Так я заглавила этот слайд. Действительно, линейные участки гидросети, явление смещения гидросети указывает, или преломление речных долин указывает на проявление новейшей дислокации. Вот здесь два снимка. Это вот настоящий снимок, да, так сказать, исходный, а это немножко вот отдешифрированный. Ну, наверное, вы видите все. Вот прямолинейный участок речной долины. И вот он, да. Видите, как идут преломления, вот здесь русел, долина прямолинейна. Можно предположить, что здесь зона новейшего разрыва. Можно, да. А вот ниже, посмотрите, вот на этот участок. Вот он здесь одешифрирован. Явление преломления. Вот идут речные долины, да. Дальше она изменяет простирание. Вот, она как бы преломляется. И вот так мы тоже можем провести зону новейшего разрыва. Значит, линейный участок, линейность. Можем отождествить. Ну, давайте сначала очень осторожно скажем, что это слабая зона, о которой мы сегодня говорили. И явление преломления речной сети. Вот там, где идет явление преломления, здесь мы уже точно можем сказать, что это новейший разрыв, что это новейшая тектоника вот здесь. Потому что современные реки, они все у нас вот испытывают такое преломление. Значит, эрозионная сеть у нас в данном случае индикатор новейших дислокаций. Ну вот тоже снимок хороший космический. Вот я не знаю, видите ли вы его или нет. Вот здесь речные долины. Вот на это обратите внимание, на эту речную долину и на эту. Вот это уже сдвиги, это уже, так сказать, подтвержденные данные полевыми наблюдениями. И реки у нас в существо располагаются, русло рек вдоль сдвигов, сдвиговых дислокаций. Значит, я еще раз повторяю, что лучше всего на рельефе у нас на снимках или картах выражены вертикальные разрывы с вертикальным сместителем или сдвиги. В данном случае сдвиги. Смещение водоразделов. Я понимаю, Солнце как раз, да. Вот, повторяюсь рассказать вам. Вот водораздел, да, вот темным показан, вот второй водораздел, вот один водораздел, ну и там где-то третий. Продолжается. Вот участок речной долины, вот он красным показан, да, вот он смещает эти два водораздела. И дальше продолжается. Это уже другая речная долина, тоже здесь мы можем провести разрыв. Поэтому вот этот широтный разрыв, он как раз чем является? Сдвигом. То есть смещаются, если в первом случае мы видели с вами смещение русел рек, мы видели с вами вот приуроченность сдвигов к долинам рек, которые тоже смещаются, то здесь мы видим смещение водоразделов. Но, к сожалению, вот Солнце и, может быть, не очень ярко. Ну и последний, известный анатолийский сдвиг, да, вот он здесь находится, или вот он, видите, он, конечно, здесь хорошо читается вот на этих снимках, да, на этих вот фотографиях. Ну это уже реконструкция, так, digital photo, да, где мы видим вот просто темный такой участок, а это не что иное, как крутые глубокие врезы. Это сдвиг. Так что вот разрывы вы можете определять по анализу гидросети. Ну и теперь такой прикладной аспект. Собственно, для чего нам нужна вот такая, такое, такая, собственно, такие знания о поведении гидросети, как это связано с неотектоникой и вообще для чего это нужно. Ну, понятно, теоретическое значение, оно, конечно, необходимо. Но помимо этого, нужный практический выход, потому что, как вы знаете, большинство работ, особенно хоздоговорных работ в наше время, ну, не просто, так сказать, заключаются эти работы, а эти работы, они направлены на какие-то практические цели, да, что мы можем получить вашими, скажем, геоморфологическими методами. Поэтому я на следующем разделе хочу с вами остановиться. Это методы изучения склоновых и каллювиальных, ну, каллювиальных или склоновых, и алювиальных отложений, геоморфологические методы. И как можно с помощью этих методов выйти на поиски рассыпных месторождений? Ну, скажем, золото, да, всем интересно. Значит, прежде всего нужно, вот в данном случае, остановимся с вами на алювиальных россыпях, да, алювиальных, то есть связанном непосредственно с деятельностью рек. Вот здесь, на этих рисуночках, показаны разные типы россыпей. Но очень важное понятие, которое мы должны здесь ввести, это так называемый активный слой. Это слой алювия, который постоянно перемещается в воде, находится в воде и испытывает перемещение, или, как мы говорим, подвижная часть алювия. Вот, оказывается, от нее зависит наше успешное или неуспешное предприятие в поисках россыпей, да. От его, видите, зависит консервация россыпей, то есть мы можем их и не увидеть. О россыпи, значит, бывают. Вот русловые, вот смотрите, поперечное сечение, вот у нас русло реки, вот алювий в данном случае видно, да. Понятно, что если вся часть вот этого руслового алювия находится в движении, перемещается, да, то понятно, что если она перемывает какие-то отложения, да, включает в себя вот эти обломочки, ну, я имею в виду, в данном случае золото, металло, неважно, то в воде, в этой взвесе, да, в воде, которая насыщена вот этим алювием, обломочками пород, да, он будет присутствовать. И практически весь интерес, да, будет представлять нам интерес весь алювий. Такая россыпь называется русловая. Обычно, когда они встречаются, когда велика масса воды, велики скорости, да, реки, вот это вот этот случай, русловая. Бывает так, что вот эта активная часть или активный слой, он только-только захватывает верхнюю часть вот этого алювия. Обычно это бывает, когда? Когда, естественно, скорости малы, и река не может, так сказать, перенести большое количество материала, а во взвесе, вот в этой вподвижной области находится только вот эта часть, верхняя часть, видно, да? Такая россыпь называется долинная. Видите, вот эта мощность, вот этого активного слоя, вот она здесь, видите, какая, и вот здесь. Террасовая россыпь. Вот представьте, была терраса, вернее, было русло реки, вот оно было у нас здесь. У нас здесь были фрагменты вот этих, включены в алювии фрагменты металлов ценных, которых мы ищем. Вот они здесь таким показаны, штриховочкой. А дальше происходит новый врез долины, да? То есть начинается опять с донной эрозии все у нас начинается. И формируется новое русло реки, да? Вот он. Значит, становится, вот эта область становится пойменная, да? В данном случае становится террасой, а пойма вот у нас здесь. И понятно, что сюда нам попадут только, наверное, фрагменты небольшие вот этих металлов ценных. Вот такая россыпь называется террасовой. Но во всех трех случаях мы еще сможем, можем с вами на что-то надеяться, да? Вот где-то более обедненный слой, где-то он более обогащенный, но, тем не менее, вот три типа этих россыпей, они, ну, нам интересны. А вот этот слой, это погребенная россыпь. Значит, представьте, вот были, вот новое русло реки, это древнее русло реки, да? Вот здесь у нас в древнем русле сохранились фрагменты вот этого металла, да, интересующего нас. А сверху комплекс каких-то отложений. Ну, может быть, это какие-то склоновые, покровные отложения, да? Вот они, видите, так у меня показаны. А вот новое русло. И понятно, что, чтобы добраться до этой россыпи, не сразу мы доберемся, да? Это довольно трудная задача добраться. Вот такие россыпи называются погребенные. То есть это самый сложный, самый трудный участок. А теперь мы вспомним. Помните, я вам говорила, что реки имеют особенность перестраиваться, да? Или есть более молодые долины, более древние. Поэтому здесь уже, конечно, вот этот процесс поисков россыпей погребенных, это нам довольно сложный, потому что нам нужно восстановить историю развития речной сети. Это уже более сложная такая задача, но решаемая. Еще одно понятие нужно здесь ввести – ловушки, вот способствующие концентрации или концентрации россыпей, да? Значит, ну вот первое, что мы, скажем, с вами пришли в район, у нас задача с вами найти вот эти драгоценные металлы. Что обычно делают? Ну, проводят по стандарту, то есть через определенное расстояние, обследование основного русла реки и его притоков. Шлиховое опробование, наверное, слышали, да, такой термин? Вот они красненьким здесь у меня показаны. Ну, согласитесь, вот такое шлиховое опробование, оно очень много времени занимает, да, и труда. Если все это еще, так сказать, в воде, никто, наверное, не ездил на шлиховое опробование, но это довольно сложный такой процесс, поверьте мне. Я бы сказала, трудоемкий. А что мы можем с вами сделать, вот мы прослушав, скажем, курсы геоморфологии. Вот посмотрите, вот у нас русло реки, показала я, и показала вот эти участки сужения долины и расширения долины. Видно, да? Вот сужение, расширение. Ну, очень ярко здесь вот показано, да? Эти сужения и расширения долины, как вы понимаете, могут быть обусловлены разными факторами. Как экзогенными процессами, ну, как вот сужение может быть. Ага, вот на этом участке у нас отсюда особь прошла, и сюда особь. Она как бы русло реки загнала в какой-то щель, да, в какой-то такой узкий участок. Это экзогенные такие ловушки, так называемые. И есть эндогенные, это лавы могут быть. Помните, я вам показывала, как лавы перекрывали речку, да? Лавы. Выходы устойчивых и неустойчивых пород. Вот у меня здесь собраны они разными цветами, разными, показаны цветами, разным крапом. И, конечно, те же самые растущие поднятия и антиклинали, да, и синклинали. Вот у нас здесь будет антиклиналь, здесь синклиналь, опять антиклиналь. Поэтому вот когда вы пристально посмотрите на строение речной долины, на характер русла, ну или хотя бы русла в размахе меандр, как мы говорим. То есть это по существу русло, и желтым показано у меня, и прилегающая пойма, да, вот такие вот элементы рельефа. Нарисуйте вот такую картину, подключите, конечно, геологические данные, что у вас эндогенный, экзогенный фактор заставляет так вот речную долину колебаться ширину долины. И после этого, конечно, мы понимаем, что если у нас течение реки вот в этом направлении, стрелочкой показано, то какие участки будут наиболее перспективны? Вот эти участки как раз перегиба, если течение у нас очень быстрое, к тому же, да, значит, вот у нас речка течет, очень быстро протекает через вот этот узкий участок, а дальше попадает в участок, где у нас более широкая долина. Значит, здесь что происходит с тем материалом, который она собрала? Разгрузка. И, следовательно, то, что вот она собрала где-то здесь, включая вот этот драгоценный, интересный, тяжелый, да, элементы тяжелого вот этого металла, да, рассыпного, она сгрузит здесь. Значит, мы с вами вот этот участок, наверное, посмотрим, правда, какой смысл нам все опробовать? Или здесь такой же вот участок, или здесь, видите, разгрузка происходит. Это в условиях, если у нас очень быстрое течение. Если малое течение, то есть скорость невелика, то, наверное, интересны и вот эти участки, правда? Вот перед, скажем, участок перехода сужения в область погружения. Есть еще одно понятие такой щетки. Вот я так вам схематично нарисовала. В условиях литологической неоднородности пород, когда переслаиваются более слабые, да, менее устойчивый процесс донудации, легко размываемые породы, и породы крепкие, да. Вот они образуют, вот так у нас течет, допустим, река, да, вот стрелочка, вот такие участки, да, которые выходят, вот образуют положительные формы, скажем так, да, и отрицательные. Положительные и отрицательные. Там, где вот эти понижения отрицательной формы, это легко размываемые участки, ну, глинистые, скажем, какие-нибудь, да. Естественно, где будут эти ловушки? Вот они, правда? Вот в этих низинках, то есть вот этот металл, который река собирает, да, вбирает в себя свой активный, подвижный слой, конечно, он будет аккумулироваться или застревать вот в этих участках. Поэтому вот такое понятие щетки. Итак, ловушки, которые способствуют концентрации металловолювии, экзогенные, да, и эндогенные. В принципе, это сужение, да, сужение русла, да, и участки интересные вот как раз в месте перехода от суженных таких или, скажем, узких участков к областям разгрузки, где у нас немножко расширяется долина в размахе меандрирования. Ну, вот на этом, наверное, мы сегодня с вами закончим. Спасибо. 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 Спасибо.